Смаж колеса времени Добро пожаловать в третью часть мини-серии «15 минутки о времени», которые, разумеется, занимают не 15 минут каждая, потому что время нелинейно, относительно и всё такое прочее. Я говорил о том, что постсоветскость переживается особенно в авторитарных странах. Как тупик в связи с тем, что культурный феномен конца времени, с середины XX века, замечавшийся философами, писателями, художниками, режиссёрами, наконец-то стал массовым фактором. Идеи овладевают массами. И ощущением. Ощущение тупика, безвыходности и стремления его преодолеть. И плохо, конечно, что затянулось это постсоветское состояние, а гораздо хуже то, что оно не сводится к постсоветскому состоянию. Это глобальный феномен. Отсутствие будущего обесценивает настоящее, делает невозможной политику в понимании привычного XX века. Вообще все модерные институты перестают работать, они не справляются. От прививок, которые невозможно теперь распространять, до отправления элементарных государственных функций. Люди верят в глубокое... в дип-стейт, глубокое государство, в заговор против них. считают, что полиция, милиция, менты, они только про то, чтобы ловить и пытать невинных людей. Не то, чтобы это совершенно беспочвенное представление, но невозможно альтернативу себя помыслить. Потому что наш горизонт представлений оказался закупорен, закрыт. С этим связан феномен, который я называю каргокультурной революцией. Ну, каргокульт — это представление о том, что воспроизводство каких-то второстепенных или внешних практик, признаков приведет к тому же эффекту, к которому приводил какой-то образец, который пытаются повторить. Мы наблюдаем, как состояние вот этой вот межуумочности, необходимости вот эту постмодерную атомизацию чем-то сменить. постмодерная атомизация, потому что распределяя все категории отличий по отдельным, параллельным, значит, вот, реальностям, мирам, не дает создать, собрать их вместе в какое-то новое целое, сложно отражающее. Мы воспринимаем реальность как многогранную, у каждого явления есть своя отдельная сторона, но в постмодерной культуре смогли только разобрать отдельные грани по отдельным департаментам, по отдельным отделам, по отдельным реальностям, и там их очень в простоте изучать. И это поляризует социальную мобилизацию, способность к солидарному действию вне каких-то узких партизанских, по-английски говоря, сектанских, сектанских движений. Потому что мы видим, что реальность, которая была простая в модернистском восприятии одного измерения, одного единственного, где все сплющивается, и нет второй стороны. Ну, например, нет альтернативы прививкам, потому что это так, как вы боретесь с эпидемией. А сейчас мы видим, что бывают проблемы, но мы не знаем, как ее решить. И эту проблему пытаются решать в логике модернистской, хотя мы живем в другом совсем уже. Этот фарш нельзя провернуть назад. Мы уже видим сложную реальность, и никакие простые решения ничего не способны привести к старому результату. Ну, в 19 веке, начале 20 века, война, вообще военный комплекс был важнейшим инструментом национализации, модернизации. Ну, то есть, большинство населения было голодные крестьяне, в армию они попадали, их там учили грамотности, стандартному литературному языку своей страны, будь то Франция или Россия. Их кормили так, как они дома не ели никогда, там, три раза в день, жиры, белки, углеводы, вот это все по норме. Армия была важнейшим социальным инструментом. Война решала какие-то проблемы. И одна из попыток современных решить проблему тупика, это, прежде всего, развязать войну. Цели войны нет, войны России, например, с Украиной. Цели нет, она все издеваются и смеются, если можно смеяться надо, в общем, трагической, совершенно ужасной ситуацией. Российское руководство не может формулироваться, он все время меняет ее. Совсем недавно какую-то очередную версию, какую-то выдал что-то там, это Путин. Не имеет значения, что они говорят, анализировать этот бред, который они несут, позорно, недостойно обществоведа, его нельзя анализировать. Но важно то, что у них нет ответа, они не знают, для чего ведут войну. Кроме карго-культа воспроизводства старой модерной практики в надежде, что она приведет к старому модерному результату. Помимо путинских фашистов есть, например, экологические активисты, радикальные, которые там, и паника, и моральная паника связаны с глобальным потеплением. глобальное потепление, реальность, то, что человеческая деятельность играет в этом роль, я думаю, что нельзя это отрицать. До конца точно мы не знаем, в какой степени это решающая роль или не решающая, не имеет значения. Какую-то роль она точно играет, в любой версии этой теории. Но в одномерном мире модерности у экологического дискурса, экологического движения не было никакой другой стороны. Города задыхались от смога. Все думали, что в Лондоне всегда смог, погода такая, в Пекине, вообще в любом большом городе невозможно было дышать. Выход был закрывать вот эти трубы ужасные дымящие, сворачивать производство, потому что в одномерном пространстве в этом модерном, там нет никакой второй и третьей стороны. Либо вы задыхаетесь, либо вы закрываете эти производства к черту и матери. Постмодерная критическая теория и деконструкция позволила нам увидеть, что любое социальное действие имеет другие аспекты, другие стороны, у него измерения дополнительные есть. Потому что, когда вы закрываете в Первом мире эти ужасные дымящие трубы в американских городах, а тем более в европейских, они не исчезают, они вдруг оказываются в Африке и в Юго-Восточной Азии, например. И если вы не разделяете колониальную перспективу, то это проблема. Кроме этого, если вы просто закрываете эти предприятия, вы начинаете деиндустриализация, вы выбиваете социальную основу демократии в виде рабочего класса, потому что рабочий класс в старом виде перестает деиндустриализации существовать, а нынешние рабочие голосуют в основном за Трампа в Америке, например. Потому что там своя совершенно динамика. Это не то, что надо не закрывать вредное производство, или не то, что можно, как там Трамп говорит, угольные шахты опять открыть, расконсервировать, и все, чтобы шахтеры опять вернулись в свои забои. Дело не в этом, но простое решение, которое действовало в обществе модерна, сейчас это решение либо не действует, либо у него такие последствия, которые там мало не покажутся. у любого современного, у любой современной попытки воспроизвести однозначные решения эпохи модерна, оказываются нежелательные, нехорошие последствия. Раньше стоял выбор, как в фильме «Подкидыш довоенным». Скажи, маленький, что ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу? Значит, колониальность была реальным состоянием, и деколонизация сопровождалась, конечно, ужасными эксцессами, но как бы, а какой был еще выбор? Кроме того, как чужеземное господство скинуть. Сейчас версия культурной революции, деколонизацию, это лозунг, который взяли на вооружение национальные государства, обладающие суверенитетом, и деколонизация означает нечто совсем другое, как показали часть постмодерной сложной культуры Суббалтенстарис, исследования суббальторности Юго-Восточной Азии, они показали, что под лозунгом антиколониальным свое новое господство легитимируют националистические элиты, националистические движения, которые устанавливают не менее или даже более жестокую и нетерпимую к разнообразию, к инаковости гегемонию, доказывалось это на примере Индии, чем имперские режимы, и поэтому деколонизация может обозначать просто-напросто обоснование нового национализма, то же самое с борьбой с расизмом, невозможно было терпеть институциализированный расизм в Соединенных Штатах и в других странах, а в рамках современной карго-культурной революции пытаются имитировать безусловно морально безукоризненную позицию борьбы за гражданское равноправие 60-х годов, 50-х годов, имитировать в нынешних условиях, когда мы имеем речь, мы имеем дело уже с гибридизированным, более интегрированным обществом, где одновременно с расширением границ равноправия при этом блокируется реальная интеграция, потому что политика идентичности, как одно из главных проявлений этой карго-культурной революции американской, настаивает на том, что идентичность должна сохраняться, и поскольку будущее-то в постмодерне закрыто, говорится о том, что структурный расизм сохранится всегда, надо всегда, как бы не был легализован ваш статус как меньшинство гендерного, сексуального, расового, вы всегда должны сохранять идентичность преследованного меньшинства, это парадокс, потому что разве мы не стремимся к тому, чтобы мы перестали быть меньшинством и были равными со всеми, нет, потому что будущего нет, мы ни к чему не стремимся, мы пытаемся в рамках игры с нулевым результатом, вот этой вот игры в бисер постмодернистской, мы пытаемся набрать себе дополнительные очки, и при этом, не дай бог, мы не должны отказаться от своей идентичности, и нести травму в будущее, и делать будущее неотличимое от прошлого, поэтому все попытки, которые мы наблюдаем в постсоветском пространстве, не в постсоветском пространстве, они связаны с принципиально порочной попыткой решить, так бы, открыть будущее за счет карго-культурной революции, воспроизведения модерных практик и сценариев постмодернистской ситуации структурной, нашего более сложного знания, критического знания о мире, о социальной реальности вокруг, и механическое назначение какой-то цели в будущем. Несмотря ни на что, мы коммунисты, мы верим в коммунизм, мы, или мы верим в то, что произойдет экологическая катастрофа, земля исчезнет, и это такое будущее, мы должны бороться, чтобы оно не наступило, а было другое экологическое будущее. Я не критикую эти цели сами по себе, ни коммунизм, ни оправданную совершенно обеспокоенность по поводу экологической динамики, перспектив климата на земле и то, что в силах людей, то, что сделать. Я не критикую эти идеи сами по себе. Я говорю о том, что они не способны при всем желании своих сторонников занять место нормативного будущего, одинаково признаваемого всеми. Это невозможно, потому что модерный сценарий коллективного гомогенного субъекта, у которого общие цели, общие представления обо всем и общее будущее, этой культурной диспозиции, этой возможности представления больше нет. Мы так не, мы не верим в это, не потому, что коммунизм плохая идея, или не потому, что не будет глобального потепления и все живое не умрет, не поэтому, а потому, что по-другому теперь работает коллективное воображение общества. Нужно признать, что постмодерность позволила нам увидеть разнообразие, несистемное разнообразие, многогранное разнообразие, и задача стоит в том, чтобы по этим же законам адаптировать всячески реальность к этому новому пониманию нашему, нашему видению. Мы видим теперь шесть или семь измерений. Задача в том, чтобы социальные институты, приспособленные к четырем измерениям, приспособить вот к этой новой реальности. Начинается это с того, что невозможен пока что нарратив, то есть способность в последовательной истории рассказать о многообразии, многогранном, и многообразии, которое, главное, не систематическое. То есть это та реальность, которую мы переживаем, когда в какой-то ситуации мы считаем, что главным нашим свойством является гендер в каком-то кошелек, в каком-то национальный паспорт, в каком-то культура, язык, уровень образования. То есть не только это отдельные грани, из которых состоится комплексная состоится социальная персона наша, они одновременно присутствуют, но актуализируются в разных ситуациях по-разному. И в разных ситуациях вы хотите покинуть страну, для вас один аспект важен, вы хотите безопасно жить в этой стране, значит, тут какие-то другие возникают, у вас нет средств к существованию, у вас есть желание самореализоваться профессионально, вы встречаете хулигана на дороге, вы встречаете мента, вы встречаете пограничника, в каждой из этих интеракций актуализируется какая-то часть вашей персоны. Как рассказать об этом многообразии в одной истории согласованной? Для начала с этого надо начинать. Это первая главная проблема. Это то, чем занимается новая имперская история. она не про империю, она про то, как можно рассказать историю людей, пусть в прошлом, но мы понимаем, что даже в четвертом измерении, что прошлое, что будущее, дело не в том, как это было на самом деле, а в том, как люди в каких-то конкретных ситуациях и обстоятельствах переживают многогранную реальность, себя, собственную реальность, и мира вокруг. И рассказать об этом ставит свои задачи новая имперская история. Она рассказывает об этом в двухтомнике курса новой имперской истории, в исследованиях историков отдельных, которые работают в этой парадигме, включая меня. можно упрекать, как упрекали, например, двухтомник исторический курс новой имперской истории северной Евразии, что недостаточно отражен этот регион, недостаточно отражен фактор гендерный, недостаточно, то есть, безусловно, можно указывать на дополнительные грани, количество которых бесконечно. нельзя объять необъятное. Работа вот этого двухтомника заключалась в том, чтобы создать нарратив, принципиально отличающийся от нарратива национальной истории. Национальная история всегда одномерный нарратив. Даже в современной спонтернистской реальности это всегда отдельная история гендера, которая рассказывается как национальная история. Ну, история гомосексуалов пишется так, как пишется история рабочих или история евреев, татар, история инженеров. То есть, есть одна группа, и она равна сама себе, более-менее. И она развивается во времени. И вот, что с ней происходит. И каждый ее представитель примерно такой же, как другой. Ну, то есть, один рабочий, это примерно, как другой рабочий. Ну, один из Петербурга, а другой, например, из Юзовки. Или там один француз из Парижа, а другой из Марселя. И там, конечно, большие разницы есть, но мы понимаем, что, ну, это примерно одна и та же группа француза. и так же пишутся все остальные специальные истории. А мы предложили нарратив, в котором, в принципе, возможно, нормализация этого разнообразия. Что норма является не гомогенность группы, а как раз то, что все разные, и при этом адаптирующие свою социальную персону к разным контекстам, ситуациям. И на базе самой возможности создания такого нарратива, на базе этого нарратива, можно более специализированное создавать, рассказывая о теме, которая вас больше интересует, о Сибири, о молодых девушках, о инженерах на сотню рублей, о любой группе, но при этом рассказывая так, что это не история вот этой вот стабильной коллективной сущности во времени, а это история отдельного человека, это всегда про одного человека, в конце концов, который одновременно существует, приписывает себя к разным сообществам, к разным группам, так как вы в фейсбуке, в твиттере, в вконтакте подписаны на несколько групп одновременно, и выстраивают свою персону, значит, вот в зависимости от этих обстоятельств, этим занимается новая имперская история, и мы доказали эмпирически, что этот нарратив возможен, это значит, что состояние постмодерна в этом понимании остановившегося замертого времени преодолимо, потому что мы можем помыслить реальность иначе, только для этого нужно не придумать какую-то новую цель вместо коммунизма искусственно, а для этого надо идти, поскольку мы понимаем, что время это не по рельсам до конечной станции Турксиба, и в конце концов, все равно упрешься во Владивосток, а это расширение количества измерений, это о том, что нужно найти способ принять существование человека, группы, общества сразу во многих измерениях, многогранности эту, и самореализация отдельной личности не в коммунизме в будущем, а сейчас, через принятие разных граней инаковости и реализацию этой инаковости в обществе. если это звучит, кажется, что звучит абстрактно, книжно, слишком теоретично, то это заблуждение, потому что задача эта срочная, это задача политическая, специфика ее в том, что политическая задача это должна решаться, начиная с, не с политиков, а с гуманитариев, обществоведов, способных создать новый нарратив. Срочность может увидеть каждый в том, что последние примерно десятилетия в разных обществах, не только в постсоветских, любой оппонент называется теперь фашистом. И любая позиция, не совпадающая с нашей позицией, немедленно идентифицируется как фашистская. Это происходит от того, что потенциал конструктивной постмодернистской эпистомы, постмодернистского восприятия реальности, одновременно комплексного, но неконструированного на отдельные миры, параллельные одномерные, параллельные миры одномерные такие, каждый вокруг одной-двух категорий инаковости построены. Конструктивный потенциал этой деконструкции, оксюмарон, этого способа восприятия реальности, осмысления и описания исчерпан, потому что из работ философов, литературных, исследователей литературы, историков, он проник в общество, в политику, фактически каждый образованный человек, включенный в публичную сферу, в разные публичные сферы, так теперь воспринимает реальность. И это не совсем метафора, даже вот эти измерения отдельные, потому что мы видим иную инаковость, не просто как скандал, как повод не согласиться, мы воспринимаем ее как экзистенциальную угрозу, как если бы наш мир, наша солнечная система, галактика должны налететь на другую галактику, на другую звездную систему, все равно должны прибыть на Землю полные совершенно низшие инопланетяне, с которыми невозможен диалог. В этом смысле мы называем фашистами друг друга, потому что угроза именно самому, самому возможности нашего существования, нашей системе ценностей, нашей моральной шкалы, они несовместимы. Кто-то должен, либо мы должны инопланетян прибывших уничтожить, либо инопланетяне нас покорят и уничтожат. Фашисты реальные существуют, мы это знаем, потому что они сами себя так называют. Они рисуют руны на своих танках, они косплеют группу армии центр, они реально цитируют просто кусками выступления Геббельса и даже Гитлера в своих выступлениях, эстетику пытаются воспроизвести. Это часть каргокульта тоже, конечно же. Но помимо людей, которые себя называют фашистами, свастоны рисуют, руны, черное солнце, вот это все зигуют, помимо них есть люди, которые вовсе не обязательно фашисты. они могут неприятны нам быть, они могут кстати быть за насилие и насильственным путем как бы оспаривать наши ценности, но дело не в том, что мы докажем, что они фашисты, или они не совсем фашисты, а просто какие-нибудь там консерваторы или неопопулисты, дело не в словах, а в самом восприятии инаковости как существующие не просто как субкультура, как какой-то странный, как пригород в городе, куда лучше не соваться, район какой-то, на районе окажешься не на том, а представители другой вселенной, другого мира. Вот это так работает то, что кажется со стороны метафорой, языком просто абстрактным, гуманитарным, мы всегда описываем реальность, которую мы воспринимаем. Иногда точнее описываем, иногда не точно, но мы не изобретаем совершенно невозможных сущностей. это угрожает всем, это угрожает нашему обществу, во всех странах, во многих странах разговоры о возможной гражданской войне возникают, проблема гражданской войны снимается только внешней агрессией. Тогда правители мобилизуют общество, не дают ему друг с другом воевать и находят врага внешне. Но как только внешне эта война кончается, отдача идет и общество, как правило, все равно в ту или иную форму горячей и холодной гражданской войны погружается. То есть это не решение проблемы. Война это, конечно же, тупик, которая одинаково разрушительна для всех, для тех, кого мы убиваем и разрушаем их жизнь, экономику, культурные ценности. И ровно с той же степени не меньше действия равно противодействию или больше даже, она разрушает общество агрессора. и вообще никакого позитивного эффекта нет. Косплея форму государственности, которую мы понимаем, советскую, военизированную, милитаристскую, можно укрепить государство, но вне войны оно не существует. То есть это не решение проблемы. А то, как нам реконструировать деконструкцию постмодернистской эпистемы, не отменив ее, не сказав, все, мы отменяем все ваши гендеры и все ваши там другие оттенки серого и опять мы монолитные и мы черно-белые. Нет, не отменяя, но поняв продуктивность этого взгляда, сделать следующий шаг и реинтегрировать, реконструировать в более сложное общество. Но для этого сначала нужен язык. Подобно тому, как постмодернистская культура произвела язык деконструкции, который сейчас дошел до каждого обывателя, и в этом причина деполитизации, демобилизации общества. Она атомизирована. Власть может захватить любая бандитская группировка, небольшая в нем, бандитская или просто политических единомышленников, но очень незначительная, потому что большинства практически не существует, все меньшинство, так или иначе, распыленное по своим этим маленьким мирам, параллельным вселенным, и не способным на взаимодействие, на солидарное действие. Поэтому если ни одна группа не превышает 10% избирателей или в европейской какой-нибудь системе, где сколько угодно может быть партий, и вот эта поляризация, вот эти мелкие партейки, которые все едва 5% на какой-нибудь барьер переходят, поэтому если кто-то наберет 7% или 10% тем более, он их всех заткнет за пояс и будет бесконечным каким-то премьер-министром 20-25 лет в демократической стране номинально, потому что все остальные не могут консолидироваться. Вот эта реальность существует, потому что нарратив, созданный людьми, которых мы когда читаем, авторов 60-70-х годов, это птичий язык для обычного образованного человека, какие-то абстракции, он пропесочился через эти слои культуры и общества, прошел за 30-40 лет, за 50 лет, и кристаллизовался в очень понятной каждому вообще избирателю и обывателю категории понятные. И один из этих языков, который возник, описание реальности восприятия, это они фашисты, а мы прогрессивные, или мы нормальные, а они фашисты. Все, это тупик, постмодернистская, как бы мы не определяли постмодернизм, но вот с точки зрения восприятия темпоральности и вообще многогранности многих измерений реальности, социальной реальности, дальше делать нечего, деконструкция завершена, все, деконструировали, все разошлись по своим мирам, каждый инопланетянин теперь для другого, каждый теперь несет угрозу из своего мира другому миру, теперь мы должны либо уничтожать друг друга, либо найти способ реконструировать в одну вселенную, в один мир, в одну реальность, где мы можем сосуществовать по отдельности, более-менее, как автономно, там, где мы хотим, автономно, не ценой уничтожения другого. Это задача, которая для начала требует нового нарратива, нового способа описать словами, рассказать об этом, как бы, будут комментарии, возможно, ну, это очень абстрактно, приведите примеры, как это может быть на практике, у нас этого разговора даже нет еще, дискуссии, как только мы начнем разговаривать, я начну приводить примеры, слушатель будет говорить, не, ну, как-то это, наверное, я не согласна, это не очень понятно, я бы сказала вот так, вот этот момент, когда начинается, конструктивное действие, диалог, не важно, какое конкретное решение и кто прав, конкретное решение не имеет значения, движение, культурная работа в этом направлении, выработка языка, описание, даже когда мы не согласны, но мы говорим общим языком, этого языка еще нет, его надо вырабатывать, нарратив в этом смысле, это важно, последовательную историю, которую мы понимаем, и мы можем разные части ее рассказывать со своей точки зрения, ну, мне это вот не очень близко, а вот это вот, как я вижу проблему, и мы говорим на одном языке, мы это делаем, до этой работы, которую должны проводить общество веда, гуманитари, журналисты, вместо того, чтобы заниматься склоками, вот, вот, как бы, битва за белое пальто, у кого белое пальто, а кто, а кто скомпрометировал себя, это часть вот этого представления, что мы каждого в своей вселенной, значит, в моей реальности параллельной, где вот этот вот критерий определяет, вот, физические свойства вселенной, по которой, где я живу, где все оценивается, у меня белое пальто, а я гляжу в телескоп, в вашу соседнюю, вы все, значит, в драном ватнике, ну, да, даже если в ватнике, может быть, не просто так, там, условия такие, знаете, там, мороз и грязь, и лучше не в кашмировом пальто, о ватнике быть, вопрос ведь не в том, либо уничтожить этих ватников, либо интегрировать каким-то образом, найти способ регулирования климата, микроклимата, кондиционер какой-то установить, где в одной части этого пространства можно гулять в пальто, и можно не обязательно именно в ватнике ходить в другом, где зима наступает, знаете, бывают страны, где зима холодная, в общем, людям, детям юга не понять вообще вот этой проблемы холодов, то есть сначала нужен нарратив, описание, как это возможно, возможность представления, все начинается, даже в физике, которая пользуется потом математическим языком, с возможности представления, она предшествует до просчитыванию, прояснению важных деталей, верификации, тестирование, нет, это была неправильная возможность представления, потому что мы прогнали через математическую модель, она противоречит себе, там на ноль делить нельзя, грубо говоря, значит, нам нужно адаптировать возможность представления и новую гипотезу выдвинуть, это так, как работает не просто естественно научное мышление, это как работает человеческое мышление в принципе, и только тогда, когда мы рабочую возможность представления выработаем, пишем его через нарратив, через язык, только тогда можно будет начать и не раньше политическую работу, которая, конечно же, необходима. Политические структуры должны быть помыслены таким образом, новые политические структуры, новая форма постмодерной государственности должна быть помысленно таким образом, чтобы вот эти измерения отражать. Пусть это метафора, или не совсем метафора, но реальные институты должны это делать. И поскольку мы знаем, что эта проблема в принципе решаема, и решаема она не через каргокультурную революцию героических сценарий модерности, которые не работают сейчас, а через творческий акт, через пересоздание всего нового, нового права, нового суда, новой системы защиты безопасности, новой формы гражданства, которая, безусловно, включает в себя социальную защиту, потому что это так, как гражданство было переосмыслено в 20 веке и назад в либертарианскую утопию, как часть каргокультурного революции, его уже не открутишь в героическую там либеральную модерность 60-х годов 19 века. Мы понимаем, что быть гражданином это значит иметь права в том числе на защиту некого благополучия и от этого уже невозможно отказаться. Развидеть это невозможно, мы уже знаем, что это возможно, значит, это должно быть и это будет. И мы должны поэтому побольше думать о времени, в первую очередь, как историки, как проявление многогранной реальности, пытаться ее описывать. это первые шаги, то, что нас касаются, потому что мы не юристы, мы не законодатели, мы обществоведы, и это наш гражданский долг мыслить возможность общества, нового общества для нас самих в будущем, так сказать, путем открытия новых способов описания общества в прошлом. Продолжение следует...